Здравствуйте! Сегодня разговор у нас пойдет о фиалках. Нет ни одной квартиры, где не стоял бы замечательный цветок. Это, наверное, один из самых популярных цветков. Если вы заядный разводчик фиалок, то вы, конечно, все нюансы знаете. Ничего нового я вам не расскажу. Но если вы начинающий, цветовод-любитель, то этот ролик вам пригодится. Итак, что вы должны знать про фиалки? Существует их великое множество различных расцветков. Цветы бывают простые, махровые, полумахровые. Цветовая гамма тоже разная. От белоснежных до ярко-красных, фиолетовых, фиолетовых сокаемочков. Ну, различные. Формы необыкновенные. Листья тоже бывают разные. Глянцевые, пушистые, темно-зеленые, светло-зеленые. В общем, великое множество. Выбирайте на ваш вкус. Что вы должны помнить? Это первое. Что фиалка – это житель восточного-западного окна. Яркие, солнечные лучни фиалка не выносит. Также не выносит северное окно. Лучше всего это восток-запад, как я уже сказала. Фиалка очень любит повышенную влажность воздуха. Желательно бы ее разместить на поддон, в котором насыпаем керамзит. Поставили, и влажность будет испаряться и увлажнять листья. Но если нет такой возможности, тогда будем брызгать фиалку. Но брызгаем не на цветок, а создаем ореол вокруг цветка. То есть брызгаем воздух вокруг цветка. Попадание влаги на листьев недопустимо. Фиалка этого не любит. Как мы поливаем цветок? Поливаем мы его очень аккуратно. И желательно, чтобы полив шел вот так в поддон. То есть наливаем воду в поддон. Не сверху, не отсюда, а именно в поддон. Это тоже важное условие. Но если у вас не получается так, но нет возможности полить в поддон, бывают и такие ситуации, тогда поливаем крайне осторожно, по краю горшка, не попадая на листочки. Грунт, в котором должна выращиваться фиалка, должен быть специализирован. Обязательно на грунте должно быть написано «для фиалки». Грунт для фиалки должен быть среднекислый. То есть нейтральные грунты для фиалки не подходят. И лучше бы я вам советовала покупать не универсальный грунт, а именно специализированный. На дне горшка должно быть обязательно дренажные отверстия, слой дренажа и питательный грунт. Что еще интересно? Фиалка должна расти в маленьких горшочках. Если, конечно, вы хотите вырастить богатую листву, то сажайте в любой горшок. Но если вы преследуете цель, чтобы ваша фиалка зацвела, то горшок мы выбираем маленького размера. Ну вот такое это самое оптимальное решение. Ну вот еще вот такое вот. Больше нельзя. Далее что вы должны помнить. Фиалку лучше, не лучше, а нужно выращивать в одну розетку. Нельзя допускать, чтобы в одном горшке было много-много-много розеток. Уверяю вас. Если вы допустите до такого, то расти она у вас будет. Будет зеленая, красивая, цветов не даст. И еще интересный момент. Вот у меня вот здесь вот яркий представитель запущенной фиалки. Вообще, вот честно говоря, не допускайте вот такой вот богатой листвы. Как только у вас образовался уже второй ярус цветов, вот нижний, ой, это листьев, нижний ярус прям безжалостной рукой отрывайте. Отрывайте и оставляйте только вот, скажем так, одну розетку с одним ярусом листьев. Вот тогда ваш цвет фиалка затеветет очень обильно. Очень обильно. И цвести будет, ну, достаточный промежуток времени. Где-то с марта и, ну, долго. Цветки держатся хорошо, но еще важный момент. Удаляйте от цвета, цветки, которые отцвели, отрывайте. Не выдирая вот так, а то есть прищипыванием вот таким прищипыванием. Подкармливать фиалки нужно в весенний период раз в две недели. В зимний период мы сокращаем или дозу, или же частоту подкормок. И подкармливаем только специализированными удобрениями для фиалок. Где вот тоже так будет написано. Для фиалок. Выбирайте сейчас великое множество удобрений. Выбирайте, какое вам подходит для вашего кошелька. Но вот это обязательное условие для фиалок. Как размножается фиалка? Это тоже очень интересный момент. Вы можете размножить двумя способами. Можете вот таким вот черенком, листочком. Листочкой с череночком. Можете отдельно листочком размножить. Но вот, наверное, вот таким черенком, вот самый вот с листиком. Это самый удачный способ размножения. Здесь опять тоже есть некоторые нюансы. Размножать лучше в грунте, который содержит больше песка. То есть он сохраняет хорошо влагу. Мы срезаем вот такой черенок. Длина черенка должна быть сантиметра четыре. Срезаем его наискосок. Заглубляем в грунт. Вот так. Накрываем пакетиком. И ждем до появления семейки. Вы увидите, начнут нарастать маленькие фиалочки. Такие вот маленькие розеточки. И нужно будет вовремя разделить их, отделить деток от большого листа. И самое интересное, вот вы знаете, я заметила, когда размножаешь фиалку вот таким способом, вот этот лист, когда он укореняется, он тоже не перестает расти. Он такой становится большой, богатый. А можно еще другим способом. То есть вот этот череночек мы можем поместить в воду, подождать, когда начнут образовываться корешки. Сажаем его тоже в грунт под наклоном. И тоже начнут быстро очень образовываться молодые розеточки. Молодые розеточки, даже если у них вот вы отломили, новые розеточки начинают образовываться прямо вот на стволике. И многие цветоводы, особенно начинающие в панике, как же его оторвать, там же не будет никакого корешка. Не беспокойтесь. Даже если вы оторвали, и там будет вот маленький зачатчик корешка, этого достаточно для того, чтобы ваша фиалочка проросла. Как правило, укоренять лучше фиалки в весенний период, когда идет активный рост. И в течение года она у вас уже даст первые цветочки. Я так думаю, что я ответила на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!